Девушки отдыхают Снега и как с ним справляются коммунальщики, обсудили в областном правительстве. Подробности расскажем. Назвали лучших акул бизнеса в Театре Самарт прошла торжественная церемония седьмого регионального конкурса компаний «Достояние губернии», который пока единственный в России помогает продвигать местные бренды. Мнение экспертов и радость победителей в нашем обзоре. Самарским студентам рассказали, где и как найти работу мечты, а также как грамотно составить резюме. Для молодежи организовали ярмарку вакансий. Как такие встречи помогают в трудоустройстве, расскажем через несколько минут. Начинаем выпуск с погоды. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В регионе снегопады, сильный ветер, на дорогах заносы. Особая нагрузка в таких условиях легла на коммунальные службы. Их работа стала одной из главных тем оперативного совещания в областном правительстве. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. О том, везде ли успевают, к примеру, чистить дороги. Расскажем и покажем. Погода на этой неделе в Самарской области не радует. Коммунальщики с самого утра на посту стараются сделать максимум возможного. Всего за пять минут сейчас на улице из человека можно превратиться в сугроб. А снег все идет и идет. Перепады температуры только усложняют коммунальщикам задачу. На оперативном совещании разбирают и в целом ситуацию по региону и конкретные обращения жителей. К примеру, в Ягодном люди остались без воды. Решить вопрос Дмитрий Азаров проучил, еще находясь в командировке зоне СВО. С этим мы разбираемся. Сегодня восстановят в этих домах и тема будет закрыта по воде. Больше сбоев по части коммунального ресурса не было. Были мелкие отключения. По вывозу мусора работают штатно. Обращений от рекоператора, где невозможность подъехать контейнером площадкам, то же самое на сегодняшний день не было. В понедельник больше всего снегом засыпало Сызрань. Сегодня ночью щедро досталось Шигонскому району. Поступали жалобы по уборке снега и из Тольятти. Там подрядчик уже принял решение о перебросе спецтехники из Ульяновской области. Держите на особом контроле Тольятти. Городские власти определились с организацией. Надо, чтобы они правильным образом всю эту работу проводили. Мы готовы в том числе подстраховывать. И был вопрос Натальи Игоревне о помощи Тольятти на будущий год по приобретению спецтехники. Давайте посмотрим. Понятно, что по всем муниципалитетам, но по Тольятти ситуация по информации главы города наиболее сложная. Давайте посмотрим, поступала ли заявка на эту тему. Посмотрим, чем помочь. Хотя есть подрядная организация и, конечно, должна она выполнять свои обязанности в соответствии с контрактами. Из-за непогоды в 15 образовательных учреждениях области закрыт 21 школьный маршрут. Решения принимались директорами учебных заведений. Губернатор поручил проанализировать каждую ситуацию и изучить возможность восстановления работы транспорта. При этом региональные и муниципальные дороги открыты. Ограничения движения введены на федеральной трассе М-5. Закрыли дорогу на территории Ульяновской области. Но так как обход с Израни заканчивается федеральной дорогой, и это Ульяновская область, соответственно, весь транспорт скопился на территории Самарской области, на региональной дороге. Наша дорога была на вчерашний вечер почищена. Она была непосредственно в асфальтобетонном покрытии. Вместе с коллегами отрабатывать, конечно же, это не должно коллапс устроить на территории региона. Тем не менее, Иван Иванович, нужно вместе с муниципальными образованиями, на территории которых ограничения вводятся, и на территории которых скапливается техника из заведения ограничений на соседних субъектах Российской Федерации, нужно отработать и станции обогрева, и возможность подвоза горячей воды, чая. Мы должны быть готовы. Погодные условия непростые. По прогнозам синоптиков, в последующие дни осадки будут не такие обильные. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии. Речь на оперативном совещании шла и о реализации нацпроектов. Губернатор подчеркнул, что все задачи должны быть выполнены. Сейчас большинство из запланированных к открытию в этом году объектов уже готово, а осталось оформить документы. Обсудили в областном правительстве поддержку армии и семей военнослужащих. Накануне губернатора был в командировке в зоне СВО, где передал бойцам очередную партию оборудования, а также записал еще ряд обращений. К примеру, одному из подразделений требуются экскаваторы. Дмитрий Азаров поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проработать этот вопрос. Рад был слышать слова благодарности за ту помощь, поддержку, которую регион оказывает нашим доблестным защитникам, героям Отечества, которые сегодня на передовой защищают мирное небо над нашей страной и, конечно, нашей Самарской области. Высоко оценивают командиры помощь всех жителей Самарской области вооруженным силам. И, конечно, эту помощь мы обязаны продолжить. И уверен, что много что еще сделаем, откликаясь на просьбы наших земляков, которые сегодня там на передовой. Дмитрий Азаров отметил, что за последнее время ряды вооруженных сил значительно пополнились добровольцами. За неравнодушие он поблагодарил земляков и поручил министру социально-демографической и семейной политики внимательно следить за тем, чтобы близкие героев чувствовали поддержку. В Самарской области в одной из первых в стране был разработан социальный паспорт семьи военнослужащего. Сейчас эта программа уже переведена и на электронную платформу, что позволяет оперативно отслеживать потребности людей. Тем временем в Самарском военном госпитале прошел концерт военнослужащих Центрального военного округа. Зрители – участники СВО. Программа уместила в себе как эстрадную музыку, так и патриотические песни, часть из которых написаны о событиях на передовой. В этот раз на сцене творческий коллектив 15-й Александрийской бригады. Офицер с марским гарнизоном формирует небольшие творческие группы, которые приезжают к степени 26-й военный госпитал для поддержки раненых бойцов с СВО, для их моральной поддержки, для психологической разрядки. Мы разнообразные программы формируем, танцы, песни, инструментальную музыку привозим. После концерта спортсмены и воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА в Самаре передали военнослужащим конверты с вложениями своих рисунков и пожеланиями. Россия была, Россия есть, Россия будет. Стали известны победители седьмого регионального конкурса компаний «Достояние губерния». Накануне их объявили во время торжественной церемонии, которая прошла в театре Самар. Цель конкурса – помочь в развитии предпринимателям с продвижением местных брендов. Все подробности в материале Сергея Павлова. Целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов должна быть у каждого региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в июне этого года. Тогда глава государства поручил регионам серьезно заняться продвижением местных брендов. Ну а в Самарской области эта практика уже действует с 2017 года. Именно тогда впервые прошел конкурс «Достояние губернии». Количество заявок от года к году растет. В этом году их более 300. Предприниматели соревнуются между собой. Этот конкурс является определенным стимулом для них, для того, чтобы развиваться дальше, для того, чтобы себя позиционировать даже уже не в рамках региона, а выходить за его рамки. Крайне актуальный конкурс. Он уникален. Он пока один странный. Я очень надеюсь, что его примеры последуют другие регионы. Но сейчас он не только уникален, он очень своевремененен. Он нужен сейчас, потому что нужно сейчас продвигать то, что производится в России, на российском уже потребителе. Конкурс «Достояние губернии» уникален тем, что наряду с областными программами поддержки предпринимательского сообщества оказывают всестороннюю поддержку бизнесу для его позиционирования и продвижения, знакомят потребители с местными брендами и производителями. Это многолетняя практика, когда таким голосованием широким по инициативе самих организаций, сообществ, выдвигаются люди, которые добились определенного результата, с которым может ассоциироваться наш самарский регион в разных сферах, в сферах, в том числе, связанных с бизнесом, с предпринимательством. Безусловно, это полезное мероприятие. Понятно, что сегодня в рамках тех санкций, которые сегодня, к сожалению, по отношению к нашей стране применяются, выяснилось, что этот конкурс является, по сути дела, таким локомотивом вывода экономики. Пусть, наверное, сегодня мы говорим о отдельно взятом субъекте, если говорим о Самаре. Но в целом это, конечно, очень хороший пример. И Самара никогда не стеснялась делиться, собственно, своим опытом. Организаторы конкурса – Самарское областное обещательное агентство и телеканал «Губерния», а также региональная общественная палата. Партнеры – торгово-промышленная палата области, региональный центр «Мой бизнес», Самарское рекоделение опоры России, бизнес-сообщество «Топ-менеджер». И количество достойных людей, все растет и растет. Это позволяет развиваться экономике региона, это позволяет выходить на другие регионы, тем самым увеличить институционный потенциал Самарского региона. Меня очень радует, что предприниматели все больше и больше с каждым годом подают заявки и участвуют. Потому что это не только дает возможность компании выиграть в конкурсе, но это сплочает коллектив, это объединяет людей. Даже на состоянии заявки уже бизнес видит, а где он еще может вырасти. Это очень здорово. Церемония конкурса компании «Достояние губернии» прошла при участии ПСБ. В Самаре во многом повезло, что у нас есть такой конкурс, который позволяет признавать успехи предпринимательства, потому что предпринимателям очень важно, чтобы их успехи, их продукты были доступны для большой общественности. Нам, как банку, который работает и с крупным бизнесом, и с малым-средним бизнесом, конечно же, приятно видеть успехи наших партнеров, наших клиентов. В этом году на участие в региональном конкурсе компании было подано 315 заявок, из которых почти половина – новые участники. Представлено 11 номинаций, включая две новые – «Семейное предпринимательство» и «Культура и общество». Основными критериями оценки были открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие губернии. В этом году сам конкурс «Достояние губернии» получил награду Торгово-промышленной палаты России и диплом на Всероссийском конкурсе «Союза журналистов» в области пиар «Золотая стратегия» в номинации «Продвижение бизнеса». Ведь предприниматели один на один борются с ветрами, с бурями, со снегами. Но сейчас мы видим, что это не так, что есть меры опоры, есть очень много мер государственной поддержки, конкурсы, когда у предпринимателя как раз появляется точка опоры, он может рассчитывать не только на свои силы. Задача развивать и поддерживать местные бренды является одной из приоритетных для региона. За пять лет в губернии открыто более ста новых производств. Создано почти 50 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы снижен вдвое. Это произошло благодаря системной работе правительства области во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым и выстроенному взаимодействию с предпринимателями и инвесторами. Конкурс задает высокую планку и для наших предпринимателей, и для представителей креативной индустрии. Правительство Самарской области, лично Дмитрий Игоревич Азаров, уделяет достойное внимание развитию креативной отрасли. Она является силой, она способна формировать новый сектор экономики в нашем регионе, создавать рабочие места и привлекать инвестиции. Победители, которых определил независимый экспертный совет, получили заветные статуэтки и возможность размещать логотип конкурса «Достояние губерний» на своей продукции. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Александр Каракулько. Новости губернии. О том, какие компании получили почетное звание, расскажем чуть позже. К победителям и финалистам конкурса вернемся во второй части выпуска. А сейчас к другим темам. Спортивные достижения Самарской области представят на Международной выставке «Россия», которая проходит в эти дни на ВДНХ. Подготовлена насыщенная программа. Среди спортсменов от 63-го региона – олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова, серебряные призеры Олимпийских игр по фехтованию Кирилл и Антон Бородачёвы и чемпион страны по фигурному катанию Егор Базин. Гости стенда смогут принять участие в мастер-классах и сделать памятное фото с персонажами-талисманами, посетить лекции и прямые трансляции. Например, матч по баскетболу между Самарой и Минском, который пройдет во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Кроме того, запланированы викторины. Посетители самарского стенда смогут выиграть билеты на матчи и спортивную атрибутику. На выставке «Россия» уже работает уникальная экспозиция Минздрава. Там проводят экспресс-обследование для всех желающих. К слову, наш регион также представит свои наработки в сфере медицины. Неделя регионального Минздрава на стенде с 28 ноября. Подробнее в видео. Минздрава на стенде с 28 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 1 марта 2024 года в России стартует Всемирный фестиваль молодежи. Он объединит волонтеров со всего мира. Событие состоится в Сочи на федеральной территории Сириус. Уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такие цифры говорят об искреннем интересе к нашему государству, истории, ценностям и современным взглядам на будущее, обозначил президент страны Владимир Путин. Безусловно, всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять. Что и показывает Международная выставка форума «Россия». Именно на её площадке проходит запуск обратного отчёта дней до предстоящего фестиваля. Начиная с сегодняшнего дня их остаётся ровно 100. Конечно, мы хотим, чтобы молодёжь со всего мира могла узнать Россию такой, какой она есть. Со всем её природным, культурным, национальным многообразием. С её главным богатством. Талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи. Покорять любые вершины. «Самара» присоединилась к тематической акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи-2024». Специальной подсветкой украсили знаковые объекты города. На фасаде Дворца спорта имени Владимира Высоцкого накануне вечером транслировалось тематическое видео. Мы все, вся страна и Самарская область очень активно готовимся к этому мероприятию. Всемирный фестиваль молодёжи – это грандиозное всемирное событие, которое с нетерпением ждёт вся молодёжь и нашей страны, и всего мира. Более 150 стран примет участие в фестивале. Ну и, конечно, мы с радостью участвуем в подготовке такого большого и значимого мероприятия. Сейчас идёт активная подготовка волонтёров к этому событию. В 63-м регионе этим занимаются ресурсные центры добровольчества. Он охватывает 4 региона – Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую области и Башкирию. Необходимо сформировать делегацию в составе 250 человек. На сегодняшний день регистрация волонтёров завершена. Идёт отбор и тестирование добровольцев. Поступило из 4 регионов 3,5 тысячи заявок. Сегодня мы активно проводим собеседование. И рассчитываем к 1 декабря этот процесс закончить и начать формировать делегацию. От Самарской области, соответственно, делегация волонтёров будет 90 человек. И совсем немного времени осталось до конца регистрации участников. Поэтому все, кто ещё не успел по какой-то причине подать заявку, подавайте на сайте фестиваля. Актуальным для молодёжи остаётся и вопрос поиска работы мечты. Где и как её найти, что непременно должно быть в грамотном резюме. Об этом и не только рассказали на молодёжной ярмарке вакансий. Она прошла в одном из самарских вузов. Заглянула на ярмарку вакансий и наша съёмочная группа. Аделя учится на третьем курсе колледжа. Для себя выбрала непростую, но востребованную сегодня профессию в сфере IT. О ярмарке вакансий как раз для студентов и выпускников из мира информационных технологий. Узнала от куратора и решила посетить. И выяснить, какие возможности трудоустройства доступны после завершения обучения. Мы как раз таки больше узнаём о разных вакансиях. О том, что не обязательно нужен опыт для работы. Мы можем пойти практически в любое место. Нас там обучат и мы можем стать полноценным сотрудником. Свои вакансии для молодых IT-специалистов представили порядка 10 крупных компаний Самарской области. Работодателям такие мероприятия помогают презентовать себя и привлечь потенциальные кадры. Ярмарки дают нам привлечь молодую аудиторию, молодых специалистов к нашей работе. И мы очень можем рассказать о нашем центре и рассказать о наших вакансиях, то, что мы можем предоставить молодым специалистам. Студенты же, в свою очередь, могут напрямую задать вопросы специалистам, узнать о возможности прохождения практики и даже пройти свои первые собеседования. В этом году проведено в два раза больше мероприятий по содействию в трудоустройстве. То есть около 370 ярмарок. Они направлены на комплектование крупных предприятий, в том числе и промышленных. Это одна из ключевых целей работодателей на сегодняшний момент найти новые кадры, привлечь их. И именно ярмарки трудоустройства являются тем самым источником. Привлечение трудовых ресурсов, особенно молодого возраста, и дальнейшее закрепление их на местных предприятиях – это важнейшая задача, которая стоит сегодня перед региональными властями. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области реализуется ряд мероприятий, направленных на поддержку молодежи, начинающей свой трудовой путь. Леонид Кошман, Алиасия Дбаталова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Другим темам. Следующий 2024 год объявлен годом семьи. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу в преддверии Дня матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. Накануне праздника некоммерческая организация «Гармония» решила сделать подарок женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В центр «Ты не одна» приехали бьюти-мастера. О том, как преобразились мамы, расскажем прямо сейчас. У нашей модели есть веснушки, она попросила, чтобы они стали более акцентные. Поэтому мы сделали сложную технику окрашивания, выполнили рассветление. Теперь приступили к тонированию и получили насыщенный такой яркий вкусный цвет. Это не салон красоты, а в центре помощи «Ты не одна». Там находятся женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В канун Дня матери им сделали подарок. Профессиональные мастера бесплатно стригли и красили волосы, наносили макияж. В числе клиента, как оказалось, и Алина Гордеева. После развода она с двумя детьми осталась без жилья. Узнала о центре и вот уже два месяца находится под защитой. А своим перевоплощением Алина осталась довольна. Эмоции моря, самые позитивные. Мне сделали окрашивание, макияж нанесли. Все супер, все классно. Новое я, новое преображение, мне очень все нравится. Здесь абсолютно все обеспечивает для нас, для детей. И юридическая помощь есть. И помощь психологов, и взрослые, и детские. Мы все работаем над всеми нашими проблемами с психологами. Помимо таких акций в центре помощи проводят и мастер-классы по кулинарии, и рукоделию. С концертами выступают самарские артисты. Все мастера и волонтеры работают на безвозмездной основе. Были ситуации, когда я была не очень в такой прям замечательной ситуации. И всегда было приятно, когда кто-то совершенно бескорыстно тебе помогал. Вот, собственно, за этим я и здесь. Влад, который сейчас работает с одной из девушек, это мой парикмахер. И он был первым, кто присоединился к проекту. Потому что я ему позвонил и говорю, Влад, слушай, ну вот в мире это принято. Я говорю, в России наверняка есть большое количество мастеров, которые тоже занимаются благотворительностью. Ты готов, он говорит, ну вообще занимался, теперь мы готовы встретиться с девушками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. И помочь им немножко обрести надежду, и чтобы у них крылья выросли вновь. В центре социальной помощи найти приют может каждая мама, оставшаяся без крова. Более того, окажут ей психологическую поддержку, обеспечат всем необходимым, помогут найти работу и проконсультируют. Наша цель, наша миссия это поддержать женщину в кризисной ситуации, помочь ей встать на ноги, и чтобы ее жизнь после выхода из центра стала более качественной. И чтобы она, наверное, больше никогда не оказалась на пороге кризисных заведений. Мы стараемся, чтобы она психологически пересмотрела то, что привело на этот порог. И финансово тоже она вышла отсюда уже благополучно. Инициатор проекта — некоммерческая организация «Гармония». Поддержка родителей и детей на особым контроле главы региона. В этом году финансовую и нефинансовую помощь получат 229 тысяч семей. На это выделено более 30 миллиардов рублей. А в 2024 объявленном президентом Владимиром Путиным годом семьи. Объем финансирования увеличится до 50,5 миллиардов. Екатерина Лесная, Сергей Александров. Новости о губернии. В Саморской области системно работают над укреплением социальной сферы. Например, за пять лет финансирование мер соцподдержки увеличилось в три раза. С другими цифрами предлагаю познакомиться прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кроме того, законопроектом планируется переспределение средств фонда за счет уменьшения нормированного страхового запаса фонда в сумме 130,3 миллиона рублей для увеличения финансирования страховых медицинских организаций на оплату медицинских услуг, оказанных лицам за страхованные на территории Самарской области. И смотрите далее в нашем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok На лед выходят студенты. В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу. Эмоции первого дня совсем скоро. Волжские пейзажи для привлечения гостей. Что такое арт-путешествия и почему выставку живописи решили организовать в отеле? Ответы у моих коллег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорожная обстановка на территории Самарской области требует от водителей особой концентрации. Увы, ДТП на заснеженных трассах все же происходят. Виной тому зачастую как тяжелые метеоусловия, так и банальная невнимательность. Одна из аварий случилась на водной дороге Самары. Там водитель Камаза не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу. К сожалению, не обошлось без жертв. На месте погиб шофер грузовика. А другое ДТП уже в областном центре. На Красноглинском шоссе дорогу не поделили грузовая «Газель» и премиальный кроссовер. В результате столкновения фургон лег прямо на БМВ. На месте аварии образовался внушительный затор. К счастью, никто не пострадал. Ну а виновных устанавливают сотрудники ГИБДД. На завершении окражен. В полицию из Жигулевска обратилась женщина и рассказала, что утром после застолья у нее исчез кошелек с деньгами. Силовики проверили информацию и установили всех участников вечера. Подозрения пали на ранее судимую гостью. Ее нашли и опросили. Местная жительница тут же во всем призналась. Пока все спали, она похитила деньги из кошелька гостеприимной хозяйки и уже успела их потратить. Возбуждено уголовное дело. У меня на этом все. Берегите себя. Каков сегодня уровень киберпреступности в Самарской области? Кто чаще всего становится жертвой мошенников и как не пополнить их ряды? Об этом в пресс-центре Самарского областного обещательного агентства рассказал сотрудник МВД. В эфире рубрика «Комментарий». Практически 30% преступлений, которые совершаются сейчас и регистрируются нами, это преступления, которые совершаются с использованием информационной и телекоммуникационной технологии. Сейчас у нас зарегистрировано 12 тысяч преступлений. В прошлом году их было порядка 10. То есть практически 20% рода за этот год. Сказать, что сейчас основная масса преступлений такого рода совершается в отношении лиц старшего возраста, я не могу. Любой возраст – это активные пользователи сети интернет. Это лица, у которых есть банковские карты, есть банковские вклады, которые могут самостоятельно пойти и взять кредит. В наше время, наверное, все данные мы защитить не сможем, потому что есть социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, запрещенный в России. Это открытые источники. Кроме того, имеется огромное количество баз данных, которые собираются коммерческими структурами, которые тоже могут быть похищены. Это и базы данных, допустим, СДЭКа по посылкам, базы Яндекса. На 100% гарантировать, что эти базы не уйдут мошенникам, никто не может. Чтобы не стать жертвой киберпреступления или преступления с использованием IT-технологий, наверное, в первую очередь надо критично относиться к любому звонку незнакомого человека с незнакомого или знакомого даже номера. Это первое. По указанию сотрудников банка, сотрудников полиции не устанавливать на свой телефон никакие приложения, потому что при помощи этих приложений преступники получают возможность пользоваться вашим телефоном на удалении. Следующее. Все операции с денежными средствами, особенно сомнительного характера, производить все-таки не онлайн, а в банке, проконсультировавшись. Если возникло какое-то подозрение, обратитесь в полицию. Не передавайте свои данные личные, которые касаются ваших платежных документов, ваших электронных средств платежа, то есть банковских карт, защитных кодов, никому из посторонних. Субтитры создавал DimaTorzok и главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения по психиатрии. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Соломонович, психология сейчас как минимум модна. То есть мы видим и в блогах, и по телевизору тоже много говорят о психологии. Существует множество литературы подходящей. И вот многие люди боятся обратиться к специалисту. Они предпочитают самостоятельно заняться решением своей проблемы. Можно ли или все-таки визит к специалисту ничего заменить не может? Ну, все, наверное, зависит от самого человека, справляется он или не справляется. Но надо сказать, что психологи – это достаточно разнообразная профессия. И важно, с чем обратиться человек к конкретному специалисту, какая проблема его волнует. Наиболее часто обращаются к психологу для разрешения своих психологических проблем. Проблемы взаимоотношений с обществом, с семьей и так далее. Но в то же время медицинская психология – это отдельная отрасль психологии, которая занимается психическими расстройствами с точки зрения психологии. Оценка степени выраженности психических расстройств, какова динамика этих расстройств, и каковы методы преодоления тех расстройств, которые мы диагностируем. То есть книга специалиста не заменит, какая бы она удачно написана и не была? Да. Но все-таки сейчас привыкли мы наблюдать за экспертами, за теми же самыми психологами, которые ведут онлайн-приемы, оффлайн-приемы и свои блоги. Но как не ошибиться в выборе? Как понять, что этот человек достоин того, чтобы его слушать и применять эти советы в своей жизни? Очень сложный вопрос. Сейчас куда ни ткни, везде психолог. И эти психологи, так сказать, вещают из всех средств массовой информации, и каждый из них говорит, что он самый лучший, самый надежный, и он решит все ваши проблемы и научит вас жизнь. Я думаю, что все-таки доверяться вот этому не следует. Есть люди, которые специально учились в психологии, имеют специальные сертификаты, имеют соответствующую подготовку и опыт. Настоящий психолог, он получил соответствующее психологическое образование, как правило, высшее психологическое образование, достаточно длительное обучение, и в ряде случаев он имеет еще и практику работы. Поэтому, наверное, все-таки, прежде чем обратиться к специалисту или послушать какого-то психологического совета на все случаи жизни, наверное, нужно поинтересоваться рейтингом образованности, рейтингом обучения этого специалиста. Как все-таки понять, когда пора обратиться к специалисту, как понять, что вот ты находишься в тревожном состоянии, что вообще собой представляет тревога? Ну, тревога – это приспособительная реакция, это эмоция, беспокойство, которое существует и у человека, и у животных. И без тревоги жизни человека не может протекать, потому что тревожность помогает нам предусмотреть события, найти решения будущих событий, выйти из ситуации стрессовой, ситуации опасности, поэтому тревога – это неотъемлемая часть человеческой жизни. Однако, в тех случаях, когда тревога нарушает жизнедеятельность человека, когда тревога сопровождается нарушением сна, постоянным беспокойством, постоянной озабоченностью, когда она влияет уже на, собственно, трудоспособность человека, то в этом случае, наверное, имеет смысл обращаться к врачу. Но здесь, опять-таки, две проблемы. С одной стороны, есть ли психологическая проблема для вызывания тревоги, либо здесь есть уже медицинская проблема, и это надо уметь отличать. И в тех случаях, когда тревога становится столь выраженной, что мешает обычной жизни, вот тогда нужно, что называется, посоветоваться со специалистом. Ну, а когда менее такие губительные случаи, так скажем, что делать человеку? Есть ли какие-то советы, чтобы справиться с тревогой самостоятельно? Ну, есть определенные методы. Там, методы расслабления, методы релаксации, дыхательные упражнения. Вот это все можно, так сказать, попробовать применить для снятия своей тревоги. Но еще одна из важных составляющих – когда возникает тревога? Тревога чаще всего возникает в состоянии неопределенности. Когда человек сходится в ситуации, когда нет определенности в его жизни, нет определенности в принятии решений, и тогда возникает тревога. И вот здесь нужно самому человеку пытаться сесть и подумать, написать себе на листочке выходы из этой ситуации, плюсы и минусы, и принять то решение, которое снимет эту тревогу. Потому что принятие решения, оно в любом случае уменьшает тревогу. Решение принято. А правда, что избавление от негативных мыслей, оно непосредственно влияет на физическое здоровье? И здесь есть какая-то связь? Конечно. Ну, конечно. Известный пример, что, например, во время войны в армии противника, которая наступает, раны заживают быстрее, нежели у тех, кто отступает. То есть, конечно, психологическое состояние имеет значение на здоровье, безусспорно. Человек, находящийся все время в состоянии тревоги, не очень здоров. Но это определенно. Есть расстройство, которое мы так и называем, тревожное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, которое не требует помощи психолога, или требует ее в меньшей степени, а требует настоящего медикаментозного лечения. Как все-таки контролировать свою жизнь, взять ее под контроль и найти ту самую гармонию, к которой мы все стремимся? Это очень, с одной стороны, сложно, с другой стороны, просто. Человек ведь сам принимает решение, как взять свою жизнь в свои руки, управлять ей, что делать, что не делать. Но есть такая простая, известная формула. Часто я повторяю, это фактически не мной придумано. Это такая библейская истина, если хотите. Принимать то, что ты можешь принимать, терпеть то, что ты не можешь изменить, и всегда отличать одно от другого. Это известная психотерапевтическая формула, которая поможет и снять тревогу, и принять решение, если ей пользоваться в тех ситуациях, когда вы не можете принять того или иного решения. Михаил Соломонович, давайте поздравим коллег с профессиональным праздником. С удовольствием. Я хочу от своего имени, лично от имени нашего Министерства здравоохранения Самарской области, поздравить всех коллег-психологов с этим замечательным днем. Психологи оказываются в ситуациях самых тяжелых, стрессов, рядом с пострадавшими, оказывают психологическую помощь, в том числе и участникам СВО, членам их семей. Психологи работают в медицинских учреждениях, оказывая помощь врачам в диагностике и лечении психических расстройств. Помощь психолога стала частью нашей жизни. Это важная, значимая и очень востребованная специальность. С праздником, дорогие коллеги, и что называется, будьте нам здоровы. С праздником. Спасибо за содержательную беседу. Мы присоединяемся к поздравлениям. Напоминаю, сегодня с нами был главный миништатный специалист Министерства здравоохранения по психиатрии Михаил Шейфер. Спасибо вам. Продолжаем выпуск. По официальным данным, каждый второй россиянин работает в вечерние и ночные смены хотя бы несколько раз в месяц. Каждый четвертый несколько раз в неделю или каждый день сталкивается с таким графиком работы. И дело здесь не только в тех, кто засиживается допоздна. Многие на постоянной основе работают по ночам. Мы узнали у врача-сомнолога, действительно ли это вредно. Ночная работа оказывает неблагоприятное влияние на здоровье человека, вызывая развитие многих разнообразных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, увеличивает риск инфаркта миокарда, инсультов. Ночная работа влияет на весь обмен веществ, вызывая изменение аппетита, увеличивая ожирение, приводя к риску, еще большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет тоже может развиться, потому что ночная работа нарушает выработку мелатонина, который регулирует все процессы, происходящие в ночное время. На психику влияет постоянное недосыпание, ощущение того, что человек пропускает свою жизнь, потому что он не может встретиться с друзьями в дневное время из-за того, что у него меняется сон. Развивается повышенная тревожность, увеличивается риск депрессий, увеличивается риск аффективных расстройств, то есть тех расстройств, которые связаны с изменением настроения. Лучше всего спать все-таки в ночное время, в те часы, когда вырабатывается мелатонин, то есть это где-то с 12 часов ночи до 4 часов утра все-таки нужно постараться поспать. Продолжительность сна зависит от возраста. Детям новорожденным нужно спать около 19 часов в день, дошкольникам 9 часов ночи и около часа днем. Взрослому населению от 7 до 9 часов за сутки нужно поспать. Что же делать тем, кто ночью спать не может? Им нужно постараться поспать час-два до ночной смены, если это возможно. По приходу на работу включить яркий свет в первой половине рабочей смены. К концу рабочей смены нужно, наоборот, убавить освещение. В первой половине рабочей смены можно выпить крепкий чай или кофе, затем отказаться от их употребления, перейти на воду, соки, какие-то травины, чаи, не содержащие кофеина. По приходу домой приглушить свет во время дороги с работы, домой использовать солнечные очки, если погода солнечная, и постараться лечь спать, чтобы восполнить вот эту суточную норму сна. Но проснуться не позже 15 часов дня, потому что дальнейшее приведет к нарушению ночного сна. Если человек проснется позже 15 часов, то, соответственно, вечером он снова не уснет. Успехи, о которых нужно говорить, достижения, которые нужно показывать. Вот уже 7 лет конкурс «Достояние губернии» привлекает внимание общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности самарских компаний и повышает инвестиционную привлекательность региона. Стать визитной карточкой области – дело престижа в настоящей конкурентной борьбе. Какие компании получили почетное звание – расскажем. Победитель конкурса «Достояние губернии» в номинации «Агропромышленный комплекс». Обособленное предприятие «Новокуровская» – сельскохозяйственный производственный комплекс «Ольгинский». Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота галштинской породы. Награда заслуженная. Об этом говорят достижения последних лет. На базе хозяйства в Хворостянском районе функционирует центр генетики и селекции для обучения животноводов со всей страны. Реализуется программа дуального образования. Конечно, это имидж. Имидж предприятия, имидж нашего руководства. Чтобы руководство видело, что деньги, которые вкладываются в наше развитие, не вкладываются в пустую, а то, что мы на самом деле оценены на столь высоком уровне. Достижения – это племенное хозяйство у нас с этого года. Это раз. Мы сейчас развиваем вторую площадку в Безенчевском районе. Это два. Мы перевалили за надои свыше 5 миллионов по году. Укрепляем базу материально-техническую. Мы делаем, чтобы идти вперед. Первое участие и сразу финал конкурса «Достояние губернии». Компания «Тесвел» вошла в тройку претендентов на победу в номинации «Наука и технологии будущего». Автоматизация любого технологического процесса – уникальное преимущество крупнейшего производителя роботизированных комплексов в нашей стране. Больше ста проектов на территории России и стран СНГ за четыре года. Компетенции от пищевой индустрии до металлургии. В своей работе специалисты используют исключительно инновационные технологии, промышленные и коллаборативные роботы, техническое зрение, нейросети. Останавливаться на достигнутом не собираются. В следующем году обещают прийти на конкурс снова. В следующем году у нас намечается рост более чем в два раза. Естественно, мы эти переупакуем в нашу заявку, дополним тем, что у нас получилось за текущий год. У нас развивается активное производство и развитие продаж через дилеров-ротеграторов. И очень бурное развитие именно проектной деятельности, где мы делаем роботизированные линии для различных производств. Поэтому у нас есть чем похвалиться. Комфорт, дружелюбие, вежливость. Сотрудники одного из самых масштабных гостиничных комплексов Самарской области, Вега, называют своими главными качествами. 167 номеров. Здание может принять до 400 гостей в сутки, а в год почти 150 тысяч человек. На конкурсе «Достояние губерния» компания стала финалистом в номинации «Туризм и индустрии гостеприимства». Гостиничный комплекс, которому присвоена категория 4 звезды, посещали участники съезда машиностроителей России, болельщики чемпионата мира по футболу, спортивные команды, театральные коллективы. Главной задачей здесь считают также показать красоту Волжского края. Одна из крупнейших гостиниц региона располагается вблизи новой набережной Волги и одновременно в центре деловой активности. В связи с открытием новой набережной мы хотим продвигать этот продукт для отдыха в Самарской области, привлечения туризма и развития внутреннего туризма в первую очередь. Ну и, конечно, мы надеемся, что будет мир и к нам опять вернутся зарубежные наши гости. Компания «Светсервис» вошла в число финалистов конкурса «Достояние губерния» в номинации «Импортозамещение». Предприятие включено в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Важными проектами предприятия являются производство светодиодных ламп и светодиодных декоративных светильников. Для реализации используются передовые технологии и современное оборудование. Немаловажно, что главную комплектующую светодиодную печатную плату изготавливают здесь же, благодаря чему осуществляется постоянный контроль качества. В этом убедилась экспертная комиссия конкурса, которая побывала на предприятии. И это, конечно, очень дорогого стоит, потому что наши сотрудники, когда интересуются их работой, они, конечно, испытывают очень большую радость на лицах, что они не просто так работают, они вносят вклад в развитие экономики Саварской области, в развитие отечественного производства. Для меня, как для директора, это большой шаг к развитию. Для того, чтобы быть победителем, нужно очень много трудиться и быть лучшим из лучших. Сейчас о спорте. Герои нашего следующего материала покоряют новые вершины. Студенты из шести регионов страны приняли участие во всероссийских соревнованиях по кёрлингу, которые впервые проходят в Самаре. С участниками пообщались мои коллеги. Получают образование, но и о спорте не забывают. Эти студенты стремятся, если и не побеждать, то совершенствовать свои спортивные навыки, развиваться и добиваться лучших для себя результатов. Они участники всероссийских соревнований по кёрлингу, которые стартовали в Самарском дворце спорта. Естественно, в наших стенах родного города, в нашем шикарном дворце, мы принимаем не первые соревнования такого уровня. Мы уже проводили и финалы Кубков России, и чемпионаты по кёрлингу на колясках. Участвуют 16 команд из Москвы, Ярославской, Омской, Челябинской, Ульяновской областей, а также из Республики Татарстан. Соревнуются только молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Для кого-то из них кёрлинг уже давно полюбившееся хобби. А кто-то только начал пробовать свои силы в этом виде спорта. Мы приехали сюда, чтобы получить опыт, во-первых, потому что мы на такие крупные соревнования практически не ездили. И нам нужно уже как-то развиваться немножко. И решили выйти на такой большой уровень, попробовать. Уже был опыт, у нас была Россия в Питере в том году участвовала, вот приехала в Самару первый раз. Честно, есть некоторые сомнения по поводу результатов, но будем стараться. Мы всё-таки недавно занимаемся в этом виде спорта, попробуем выжать из себя всё, что можем. Мы понимаем, что это никогда бы не состоялось, если бы не реализация национальных проектов, если бы не поручение президента по вовлечению в систематические занятия физкультурой, спортом нашего населения до 70%. Мы знаем, что лично губернатор курировал в том числе направление нас в проект в части введения данного объекта. И появилась современная площадка, которая позволяет проводить соревнования всероссийского уровня. Всероссийские соревнования по кёрлингу организованы Федеральным Минспорта, Российским студенческим спортивным союзом, а также Федерацией кёрлинга России при поддержке Министерства науки и высшего образования страны. В Самаре турнир продлится до 26 ноября. Екатерина Кузина, Новости губернии. А сейчас новость для тех, кто не может представить жизнь без прекрасного. В одном из самарских отелей открылась выставка работ Елены Островской с живописным названием «На Волжских берегах». Как самарские художники приобщают гостей региона к творчеству, узнала Марина Баркова. Это вообще наш пляж, это вот этот только колодок на старой набережной, которую вообще знают все, очень многие. Я в этом году, когда стояла внизу, писала, а по верху люди, очень много людей ходили. Главная тема выставки на Волжских берегах – пейзажа родного края. Все этюды выполнены с натуры в традициях русской реалистической школы живописи. Представленное произведение – результат пленерной работы этого года, как самостоятельной, так и в составе всероссийских и региональных пленеров. Елена Островская – это одна из самых активных пленеристок в местном союзе художников. Большую часть работы напишет именно на Волжских берегах. Работает без остановки все четыре сезона. Любовь к родному краю позволяет живописцу забираться в самые потаенные места – Самарской луки. Было такое восхождение на утес Шелудяк. Но это было прям восхождение. Полтора часа наверх с холстами, с этюдниками. Но это того стоило. Целое приключение. Мы первые художники за 95 лет существования заповедника, которые писали с этого утеса. Меня поразили ее корабли, которые стоят на Волжских берегах. Это чисто мальчишская тема, наверное. Но мне показалось, что это очень красиво, очень круто написано. Устраиваются выставки для кого? Для людей, в первую очередь. А в отеле, все мы знаем, проходимость очень большая. И чем больше людей увидят, тем, я думаю, что будет прекрасно. Тем более, что здесь люди не только нашего города, но и других городов, может быть даже стран. Обычные люди, они как бы рутина, быт. И вот это то посещение выставки, что нас может выдернуть из этой привычной серой жизни. Особенно осенью и зимой. Это прям мастхэп для всех. Вернисаж организован в одном из самарских отелей совместно с Министерством туризма Самарской области. Последние исследования в сфере путешествий внутри России выявили четыре основные сценария для гостей Самарского региона. Один из них касается именно арт-путешествий. Оказывается, в Ширяево на пленэре едут не только профессиональные художники. Четвертая часть огромного потока туристов заинтересована в том, чтобы приехать, вдохновиться красотами «Жигулей», написать пейзаж под руководством мастера и увезти его домой. Целый ряд туристических компаний сегодня формируют такие арт-путешествия. Это настоящий туристический продукт, в рамках которого они не только насыщаются нашими архитектурными стилями, посещают наши культурные мероприятия, но и выезжают в наши уникальные локации. Безусловный лидер здесь территория Самарской луки, где они, наблюдая за Жигулевскими горами, переносят эти виды на свои полотна. Вход на выставку свободный 24 на 7. Живопись Елены Островской на двух этажах отеля выставлена до конца декабря. Марина Баркова, Сергей Костин, Новости губернии. И в завершении выпуска вновь о безопасности на дорогах. Сейчас, когда Самарская область уже окончательно во власти зимы, основные правила водителям напоминает начальник ГИБДД 63-го региона Юрий Некрасов. Осенний-зимний период эксплуатации транспорта на дорогах является самым опасным, потому что пока в это время у нас сокращает светлое время дня. Очень существенно сокращается видимость. И у нас увеличиваются риски совершения таких ДТП, как столкновения на полосе встречного движения из-за плохой видимости. Это наезды на стоящие транспортные средства, наезды на какие-то препятствия из-за плохой видимости. Ну и, конечно, наезды на пешеходов, которые прежде всего в темное время суток не используют световозвращающие элементы. Что касается рекомендаций, которые нужно с учетом этих рисков соблюдать, то они просты и понятны. Прежде всего, это, конечно, скоростной режим. Вести транспортное средство необходимо со скоростью, которая бы обеспечила безопасное движение на конкретном участке. Нужно учитывать конкретное время суток, конкретно погодные условия, конкретную дорожную обстановку. Если надо двигаться со скоростью 20 км в час, значит, необходимо двигаться с этой скоростью. Важно, чтобы эта скорость обеспечила безопасность движения. Ну и, конечно, дистанции. В это время надо, конечно же, соблюдать достаточно большую дистанцию до впереди движущего транспортного средства, чтобы избегать вот этих столкновений. Конечно же, очень важно использовать, соответственно, элементы пассивной безопасности. Я имею в виду и ремни безопасности, и, соответственно, детские удерживающие устройства. Ну и, конечно же, должна быть максимальная концентрация при управлении автомобилем. То есть ни в коем случае нельзя в этот период, вообще нельзя отвлекаться, а в этот период особенно, значит, там, на разговоры по телефону, там, изучение каких-то сообщений, опять же, СМС-сообщений на иные предметы, потому что ситуация дорожная меняется очень быстро. Ну и, конечно, вот отдельная рекомендация, она касается пешеходов. Очень важно, чтобы пешеходы использовали световозвращающие элементы, особенно именно в ненаселенных пунктах при движении, соответственно, по дорогам, соответственно, общего пользования. Пешеход, опять же, при переходе по различающейся, даже и на пешеходном переходе должен убеждаться в том, что транспортное средство, которое приближается к нему, соответственно, оно притормаживает, и водитель пропускает данного пешехода. Вот только, соответственно, выполнение этих рекомендаций является залогом безопасности. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит художественный фильм «За кулисами». В четверг в Самарской области будет облачно. С прояснениями местами пройдет небольшой умеренный снег. Днем минус 8, минус 13, ночью также минус 8, минус 13. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере и западе в дневное время минус 9, минус 12, на востоке и юге минус 8, минус 9. Погода в Самаре ожидается пасмурная и холодная. Днем минус 9, минус 11, ночью 7-9 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86-87%.